С вами в студии TBN из Сингапура, находится юго Ваникерк, где 23 марта, понедельник, ушел из жизни великий лидер Ли Куан Ю. Ли Куан Ю является основателем современного Сингапура, и здесь со мной выстраивалась очередь на тысячи людей, когда в течение всей ночи люди будут оказать последнюю честь великому лидеру. Сегодня Сингапур великая страна, страна, которая превращалась в течение одного поколения из страны третьего мира, в страну первого мира. И в его лидерстве все время был один человек, Ли Куан Ю. Ли Куан Ю был человек и любящий, но также человек жесткий, человек, который не терпел никакой коррупции. И сегодня практически отсутствует коррупция, практически отсутствует криминал. В этом городе есть уникальность, что люди чувствуют свободу, тем и менее для тех, которые нарушают закон, этот город действительно очень неудобный. Сегодня мы понимаем, что Сингапур стоит за счет человека, который буквально отдал свою жизнь за Сингапур. И люди имеют огромное почтение к этому лидеру и к его принципам. Мы видим, что настроение здесь в городе положительное. Народ готов даже отдать себя для того, чтобы построить общество, где будет справедливость, где можно будет двигаться, занимаясь бизнесом, семьей, где можно будет служить Богу, иметь свободное сердце. В Сингапуре можно начинать бизнес в течение двух дней, можно зарегистрировать свою компанию и начинать работать. Сегодня Сингапур является столицей Азии, потому что здесь есть прозрачное пространство для движения во всех отношениях. И мы видим, что и здесь, сегодня, в эту ночь и молодежи, и пожилых людей, люди из всех поколений, которые имеют стремление дальше трудиться для того, чтобы этот маленький остров был примером для других стран. В течение нескольких десяти лет Китай послал сюда больше 22 тысяч чиновников для того, чтобы изучать Сингапур и получить положительные принципы о том, как заниматься страной. И действительно, сегодня мы видим, что Сингапур процветает, потому что, во-первых, здесь Бога любят, во-первых, здесь есть христианские основания, и также был великий лидер, которого поставил Господь Ли Куан Ю. Давайте продолжаем молиться за Сингапур, за Азию, да благословит Господь Сингапур!